Пятикласснику Тимофею задали выучить стихотворение «Парус» Михаила Лермонтова наизусть. Тимофей с воодушевлением взялся за дело. В комнату вошла старшая сестра Катя. «Катя, послушай! Белеет парус одинокий, в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном!» Начал декламировать Тимофей. «Это что такое «что»? Что за странное произношение?» — удивилась Катя. «Ага, ты сказала «что», а пишется-то по-другому!» И Тимофей написал «что». «Нет, Тимофей, произношение — это одно, а письмо совсем другое. Ты же не говоришь «голубом». В корне пишется буква «о», а произносится «а». Произношение имеет свои законы, а письмо — свои правила. «Это путает людей», — сказал Тимофей. «Надо писать, как произносишь, или говорить, как пишешь». Катя возразила. «Законы произношения очень строгие, хотя и допускают исключения. Раздел «Науки о языке» — арфаэпия — изучает как раз правила произношения слов. Письмо не должно повторять произношение». «Как же так?» — удивился Тимофей. «Буква ведь передает звук...» Не всегда. Различая два вида написания, соответствующие произношению — «рука», «сок», и несоответствующие произношению, слышится «его», а пишется «его». Гласный звук в начале слова «его» безударный, поэтому мы слышим «й». Опишем «е». Звук «в» обозначен буквой «г» по традиционным правилам написания. Написание в словах по орфографическим правилам или по традиции называются орфограммами, от греческого «ортос» — правильный и «грамма» — буква. Графика тесно связана с орфографией. Основным средством графики являются буквы. Когда человек пишет, он выбирает подходящие буквы. Например, «Москва с заглавной» или «Москва со строчной». Правило орфографии утверждает, что выбрать надо заглавную букву, так как это имя собственное. Поэтому пишем «Москва» или, например, «услышали слово «леса». Как правильно написать «ле-са» или «ли-са»? Оба варианты правильны. Если говорить о лесе, то выбираем букву «е», если о хитрых лисах, то напишем букву «и». Фонетика — раздел науки о языке, изучающий звуки речи. Тоже связано с орфографией. Орфограммы в словах можно найти по особым признакам. Для гласных букв это безударная позиция. Коньки, закат и другие. Положение после шипящих и «ц». Цирк, черный и другие. Для определенных согласных это позиция перед другими согласными. Пробка, сделка. Конец слова. Лук, прорубь. Орфограммы буквы бывают в любой части слова. В приставках «забежать», в корнях «колос», «зима», в суффиксах «носик», в окончаниях «держат», «осенним днем». Но бывают и другие орфограммы. Например, существует орфограмма «пробел» за границу. Какие существуют способы проверки безударных гласных в корне? Безударное гласное в корне слова проверяется ударной гласной в том же корне, то есть значение корня в словах должно совпадать. При проверке можно изменить форму слова. Например, поставить слово в родительный падеж, в форму множественного числа или подобрать однокоренное слово, чтобы это гласное было под ударением. Волосок, волосы, нет волос, летит, полет. Представим, что нам необходимо записать предложение. Кошка слезала сметану. Какая буква должна стоять на месте пропуска? Размышляем. Надо подобрать такое однокоренное слово или изменить форму слова так, чтобы на эту гласную падало ударение. Что делает кошка? Лижет сметану. Значит, в слове «слезала» пишем «и». Кот медленно слезал с дерева. Зачем он туда залез? Вечно ему надо лезть куда-то. Под ударением в корне буква «е». Эту букву напишем в корне слова «слезал». Запомните некоторые слова, к которым трудно бывает подобрать проверочные. Покаяние. Кается. Обнаженный. Болнак. Оснащение. Снасть. Просвещение. Посветить фонариком свет. Посвещение другу. Посветить стихотворение. Посветить в тайну святость. Обрамление. Рама. Навевать грусть. Развивается флаг на ветру. Веет. Развивается ребенок. Развиваются события. Развитие. Правописание непроверяемых безударных гласных надо запомнить. Диван. Ноябрь. При необходимости следует обращаться к орфографическому словарю. Способы проверки написания звонких и глухих согласных в корне такие же, как и у проверяемых безударных гласных. Изменение формы слова и подбор однокоренных слов. Чтобы не ошибиться в написании согласной в корне слова, надо подобрать такое проверочное однокоренное слово или изменить форму слова так, чтобы после согласной стояло гласное или согласное. Л, М, Н, Р. Например, зуб, зубы. Просьба. Просить. Трубка. Трубный. Как быть, если при произнесении слова не все согласные слышатся? Чтобы не ошибиться в написании непроизносимого согласного в корне слова, подбираем такое проверочное слово, чтобы этот согласный произносился отчетливо. Звездный. Звезда. Вестник. Весть. Иногда хочется написать непроизносимую согласную Т, хотя ее там быть не должно. Чтобы обходить стороной ошибки в подобных словах, запомните шуточное стихотворение. Нечудесно, непрекрасно, а ужасно и опасно букву Т писать напрасно. Правописание непроверяемых согласных в корне слова нужно запомнить. Вокзал. А в случае затруднения обращайтесь к эрфоэпическому...